всем привет в этом видео я хочу рассказать о телефоне asus zinfon go не знаю как он по на самом деле модель называется zb 500 kg довольно популярный телефон недорогой телефон во всяком случае они у них все телефоны у вас один и тот же вид у них у меня был asus zinfon 500 kl значит выглядит он вот так такой упаковочке идет заводской 2600 аккумулятор весим карты флешка одна фотоспышка у него как бы не двойная ну и у зинфона лазер тут лазерные датчик есть дисплей у него вроде неплохой ну как бы разрешением дисплея не очень хорошие на самом дисплее довольно яркий музыка на нем играет неплохо ну как неплохо для телефона который стоит пять тысяч рублей принципе довольно нормальная музыка то есть наушников слушать тоже можно если наушники хорошие тут все работает четко пока на нем почти ничего не установлено настройки так справка версия android 5.1 свободной памяти у него тут память вот занято 375 тут еще кое-какие приложение установлено ну в общем памяти все равно еще хватает как бы установить основное приложение все будет более-менее нормально работать это вот у зинфона такое такая панелька тут фотографии фотографирует он там камера 8 мегапикселей вроде вроде глядели 8 мегапикселей настройках ну вот максимальная 8 мегапикселей ну вот я включил на 6 мегапикселей это как ютубовский формат ну в принципе фотографирует она нормально ну как нормально нормально для телефона за пять тысяч то есть ну в общем пойдет камера камере можно за цену в пять тысяч телефону поставить ну я не знаю 4 с минусом видео снимает видео тоже нормально как бы снимает вот это в условиях как бы низкой освещенности но в принципе все вроде в порядке у него с этим ну и что еще могу сказать такой корпус у него у зинфона всегда толстоватый кажется он такой узкий вроде ну вот из-за этого как бы утолщение он толстый но очень удобно в руке держать то есть вот у меня когда зинфон был другой он как бы мне нравился его держишь в руках приятно держать тут такой пластик такой приятный как бы и с руки он почти никогда не выпадывает вот потом я купил айфон айфон неудобнее держать в руке хотя они там говорят что айфон там очень удобно его там все сделано все продумано но вот этот держать удобно он такой тяжеленький так вообще не скользит не выскальзывает его уронить тяжело как бы он как под ладонь что ли в общем этот конечно понравилось ну а так телефон 5000 своих стоит как бы я считаю что если хотите хороший ну как бы недорогой ну такой приличный более-менее приличный телефон то можно покупать тем более эти зинфоны они почти все одинаковые на вид какая-то модель там самая дешевая не самая дешевая но это фактически не очень видно только внутри это как бы отличается раньше вот эти зинфоны шли как бы дорогие тысяч за десять они были но у них как бы вроде он точно то же самое дисплей был лучше как бы внутри камера была лучше вот а внешне он как бы ничем не отличается вообще то есть ну тут и вот у лазера был такой датчик ну как бы быстрее он фокусирует изображение когда фотографируешь быстрее фокус идет вот там на секунду быстрее то есть тут как бы включил он там не сразу настраивается а с этим лазерным фокусом он моментально фокус находит но это уж не такая тоже деталь ради которой там стоит переплачивать так что телефон этот за свою цену нормальный я считаю за пять тысяч в общем если кому хочется то в принципе можете смело покупать гарнитура подходит не от всех как бы вот я подключал наушники айфона они работают то есть они переключают мелодии ну пауза работает а вот допустим подключал другую гарнитур она почему то не работает здесь ну вот эгэ кабель вот этот когда флешку можно подключить он тут тоже не работает не знаю с чем это связано но как бы тоже не работает ну конечно на телефоне за пять тысяч чтобы тут все на свете работало это конечно такое такого не бывает ну а так по antutu он что показывает ну запускать мы не будем больно уж это долго там но показывает он по моему там 24 тысячи то есть в принципе телефон 24 тысячи ну как бы слабенький но все таки он будет там все приложения работать будут игры уж я не знаю навряд ли они пойдут конечно там тяжелые игры но простенькие то игры точно пойдут все приложения работают проблем с этим не должно быть ну хорошо у него еще батарея батарея у него вроде 2600 это 2600 то есть в принципе такое разрешение дисплея маленькая и яркость небольшая надолго хватит то есть я думаю на двое суток держать будет батарея точно кто не играет в игры там не использует тяжелое предложение то в принципе телефон нормальный за пять тысяч кто хотите можете брать ну как и качество тут качество хорошее то есть все подходит нигде никаких не щелей ни к ней ничего не скрипит то есть телефон такой плотненький он не скрипящий там не хрустит ничего 5000 своих стоит все кто хочет можете брать ну вроде все что хотел рассказать больше вроде рассказывать нечего всем пока до встречи как же когда мы в в в в в в